Всем привет, вы на канале Вульфи Нитрич, разбираем обновление в Black Desert Mobile от 25 июля. Кстати, уже июль почти все. Значит, нам сегодня в патчноуте что? Сделали небольшие правки, бустанули таймера в пробужденной стойке, что-то сделали с колдуней в первой стойке, внесли небольшие правки в зимнюю локацию, и в принципе основной контент это ивенты, потому что по контенту довольно скромно. Но в Корее поставили вроде как нового героя, волшебника, это вот который у нас есть, легат с шарами, а это вот его версия в первой стойке с посохом. К нам, говорят, его поставят через, сколько получается, две недели, 8-го числа. Игнюс, да, легат это мудрец, боже, поназывают, сама путаюсь постоянно, надеюсь, они хотя бы не путаются. Да, да, да. Поехали теперь смотреть на ивенты. Значит, самый первый ивент это фестиваль в деревне Ил. Нужно раздобыть три итема, чтобы потом их объединить вот в такой ужин, особый ужин из Ила, который ты открываешь и получаешь все ниже перечисленные предметы. Вот так вот. Первый итем берется у нас вот здесь. Значит, вот это вот задание в течение недели нужно выполнить. Видишь, второго раза у тебя второго шанса не будет. Задание выполняется один раз. И нужно выполнить вот эти четыре задания. Здесь нужно подойти в велию к вот этому, как его зовут, у которого мы заходим в ронда. Вот, к ронда подойти. Просто нажать вот так вот скриншот, сделать скриншот и задание выполнится. Дальше. Второе задание это пять раз раскопки провести в Великой Пустыне. В любой уровне сложности, просто пять раз в любые раскопки. Сто тысяч, понятно, убить мобов. Вот это у нас, это, значит, сейчас запустили ивент с фонтаном. Сейчас я тебе его найду. А где он? А, вот он же, да, вот он с фонтаном. Значит, вот тут вот нажмешь автопуть, и тебя в Хиделе отведет вот сюда, вот там вот на горе фонтанчик. Ты туда бросаешь либо за серебро монетки, либо черный жемчуг. Серебра забирают сто тысяч, за первое использование дается титул, за второе, третье ничего не дают, ты просто как бы бросаешь эти монетки, тратишь бабки, ну вроде как там клеверочек высвечивается. То есть типа удача на что-то, благословение, но нигде в бафах это не отображается. В общем, три раза потратишь вот этот, ну я советую серебро отдавать, потому что за, я кинула потом черный жемчуг, я во-первых не заметила сколько списали, но разницы не заметила тоже. Так вот, ты три раза, вот можно в один же день все это сделать, и собираешь вот эту награду. Вот эту вот тебе дадут, вот смотри, если я сейчас заберу раз, видишь, оно вот тут вот, потом я заберу два, и все, и я могу получить вот эту книжечку с грибочком. Второй итем, вот этот вот, он дается за вот этот вот ивент, то есть тебе нужно по очереди сначала шесть раз выполнить задание черного духа, после этого 400 энергии потратить, после этого 30 покорений пройти в ходу, потом 100 раз созвездия, потом 300 минут в игре, и получишь вот эту штучку. И третья дается за вот этот вот, вот мы каждый день ходим, бросаем монетки, четыре раза забираешь вот эту награду, и забираешь третью итемку, потом меняешь, соответственно, и открываешь, заполучаешь самую ценную награду, которая у нас на этой неделе. Это из новых ивентов, все, больше ничего нам не поставили, текущие ивенты дальше, это вот две недели еще, каждую неделю обновляются вот эти вот задания, такой вот сундучок и дополнительный чай юдзу, потом коробку с мороженым тоже выполняешь задание, меняешь потом на вот эту вот коробочку. Ущелье вечных снежинок, это у нас урон, да мы ходим, нам и на почту присылают, кстати, на почте сейчас у нас, вот опять прислали, видишь, и морковку, и свитки, все вот это присылают. Так что обязательно забирайте. Дальше, морковки продолжаем менять, еще целую неделю будет этот ивент. Я по-прежнему меняю вот это, а вот это накапливаю, то есть, ну вот так вот. И ежемесячный журнал отметочек, тоже все это, собственно, как и было, все как всегда. Теперь давай магазин сразу просмотрим, и сразу напомню, что если вдруг кому-то надо помочь пополнить счет в BDM, может быть в другой мобильной игре, может быть подписку какую-то оформить, либо там, не знаю, игру купить, типа Diablo, либо пополнить куда-то счет, то можете ко мне в Дискорде написать, и я вам расскажу, как могу помочь. Так вот, по поводу наборов, смотри. Набор Санферона для Хана и Кутума, то есть по 15 проходок, потом Тайная Лавка, 1000 черного жемчуга и 2000 обычного жемчуга. Ну, как говорится, Санферон, это как всегда лотерейка, то есть вот розовая печать, пиратский остров, 35 проходок, 100 тысяч восстановлях. Как повезет, то есть ты можешь вытащить ничего. Дальше, набор Древней Славы, 7 проходок в Путь Славы, жемчуг, жемчуг, эмблема славы, Древнее Золото, ну опять-таки, если кому-то надо. Вот, черный жемчуг, сундук с украшениями, купон восстановления усилений, 10, 30 покупок. То есть, в принципе, вот это, например, 75 тысяч восстановляшек, ну, это в гривнах цена, да, в рублях это будет там в 2,5 раза больше, так что, или в 2 раза больше, точно не помню. Так что, в принципе, ну, не дешевый наборчик, но если вдруг у кого-то есть такая возможность. А вот еще интересно, смотри, узел теней 10 тысяч. Это для новичков, у которых проблемы с этими узлами, потому что у тех, кто давно играет, у них проблемы идут с белыми свитками, которые нужны вместе с этими узелками объединять. У меня так лично 8 тысяч узелков лежит, а вот обычных свитков покорения не хватает. Ну, опять-таки, если есть бабки, то чего бы и нет, да. Набор развития, это у нас вот это старое точно, вот это старое точно, вот еще, видишь, восстановляхи есть. А вот это у нас лунный зари, кристалл солнца, это для заточки равновесия, камушка чуть больше дает процентов. Ну, и, собственно, черный жемчуг, жемчуг, вот так вот, такие наборы. По контенту очень, смотри, ворожея, значит, тут у некоторых скиллов отобрали расход МП, то есть теперь они кастуются просто без расхода МП, я так понимаю, или сокращено расход, ну, типа сокращено. Плюс при создании осколков тьмы с расходом можно получить еще один дополнительный осколок, и вот тут, если ты используешь скилл с осколком тьмы, то увеличение диапазона. То есть, ну, как будто бы просто сделали попроще игру, потому что если там мана не расходуется, значит, скиллы теперь будут прожиматься с большей вероятностью. А вот у таймера, у Сириуса сделали что-то сложное, интересное, потому что добавили какие-то танец соронцвета. Я за этого таймера здесь в БДМе не играла, поэтому не знаю, было ли вот это вот. И тут, я так понимаю, ты комбинируешь скиллы и получаешь, соответственно, определенные навыки. Вот, но я думаю, что таймер, который играет за таймера, за Сириуса, он сам поймет, что тут написано, и что тут, как это работает. И вот у одного скилла порезали проценты. Давно я не видела, чтобы кому-то резали проценты, что в ПВЕ, что в ПВП. Зато число ударов, вот смотри, увеличили до четырех. То есть, в принципе, как говорится, раз на раз. Горы вечной зимы. Теперь раскопки возможны и на альпаке, хотя вроде было написано, что на альпаке и на олене можно будет раскопки уже еще тогда на той неделе проводить. Но на альпаке может кататься только шаечка. Бартунил. Это у нас НПС в снежной заставе, у которого еженедельное задание есть для итемки на бежу опустошения. Вот, теперь там будет информация сразу о том, что там есть еженедельное задание. Ну и когда недоступно использование доски наемников или еженедельного задания, то будет написано, почему и типа, что надо сделать. Вот, в лабиринте мровиков, про который я гайдик сделаю обязательно, но попозже, при входе в новую комнату отменяется автобитва, видимо, чтобы ты не напортачил там ничего. Вот, и добавлено новое испытание, еженедельное испытание гор, уничтожить 200 врагов. Вот. Не понимаю, как, но отрегулировано место и время появления бродячего торговца в пустыне уровня сложности сахазард, что бы это ни значило. Вот, тут, в принципе, ничего такого интересного. Единственное, что вот, описание в сережках, восстановление хп при поглощении черного духа, восстановление хп при использовании ярости черного духа поглощения. То есть, они объяснили, когда восстанавливается хп и что надо делать, чтобы восстановить хп благодаря этой печати. Еще у нас добавили вот такие костюмчики, вот, да, забыла показать. Это для Валькирии и для Волшебницы. Все. Вот такое вот обновление, очень такое скромное. Вот, спасибо, что зашли посмотреть. Я вам все рассказала. Вы мне лайк поставили. Если вдруг что, пишите в комментариях вопросы. Может быть, по контенту, который недавно добавили, и нужна какая-то дополнительная разъяснительная бригада, и то есть, нужны какие-то видосы с обзорами. Вот, на этой неделе выйдет видосик по BDM-чик, гайдик. Так что подписывайтесь, кто еще не подписан, и заходите к нам на стримчики по вторникам. Либо можно написать в социальных сетях, если какие-то есть темы для обсуждения, вопросы или предложения. Все. Всем хорошего дня. До связи, до встречи. В следующих выпусках. До встречи.